Братцом, мы очень такой неоднозначный матч получился. Давай начнем с начала, что в первом тайме случилось команда, потому что это было очень сбоку. Да, да, точно. С вами не скажешь, что у нас 20 фигов. С 1-1 начинать не очень приятно. Тяжело уже, команда потом закрывается и тяжело скрыть массированную оборону. Пытались в первом тайме, но, наверное, не хватило нам движения. В первую очередь, то, что тренер и подсказал в первую очередь, потому что совершенно два разных тайма получилось. Я не знаю, конечно, я не думаю, что так много у них моментов было, но я думаю, что четыре, может, три удара и три гола мы пропустили. Но внимательно, наверное, нам надо всем быть в обороне. Но второй тайм, конечно, показал, что можем все-таки играть в футбол и атаковать. в меньшинстве. Но я думаю, проблема в том, что начинать нужно. Парадоксальная ситуация. В меньшинстве команда заиграла лучше, чем тогда, когда у нас был один человек. Как ты думаешь, с чем-то может быть связано? С тем, что деваться было некуда. Счет 3-0 для такой команды, как «Динамо», я думаю, это вообще непозволительно. И тем более дерби. 3-0 проигрывать – это, я думаю, и самолюбие у всех заиграло. То есть уже наступать было некуда, нужно было забивать и исправлять ситуацию. Нагубила тебе кровь, видно, такое довольно боевое противостояние получилось. Да, я не знаю, в игре не почувствую, очень страшно. После матча болельщики не пихали, поддержали? Да, спасибо. Опять же, они поддерживают уже сколько третью, четвертую игру проигрываем, они поддерживают. Но тоже, я понимаю, болельщиков уже терпение тоже есть. Надо их порадовать результатом, они приходят в таком количестве на игры. И, я думаю, надо исправлять ситуацию и уже радоваться вместе с ними победой.